Всем привет! Меня зовут Валентин, я представитель китайской корпорации Грид Стар. Работаю на китайцев и мы активно с брендом WorkPro входим на российский рынок. У нас много брендов, 22. В частности, здесь на единой платформе представлен WorkPro, SwissTech бренд, туризм, охота, рыбалка и по Нью-Йоргенсен, зажимная техника. Много про что говорили, давайте расскажем про наш электроинструмент. Мы его сертифицировали наконец-то, оказалось не так просто. Да, нам хочется, чтобы это были топовые модели со всякими подсветками, 8-амперными аккумуляторами, чтобы винтоверты были по 200 ньютонов, 300, что-то необразимое. Но так как мы начинаем входить в этот рынок, в ручном инструменте нас уже знают, мы за полтора года сделали себе имя, цена-качество, то с электроинструментом решили начать с самых простых, проверенных и надежных позиций, которые у многих это группа А. То есть это шуруповерты с крутящим моментом, 60 и более ньютонов, тот же самый винтоверт, 220 ньютонов, перфоратор, он трехрежимный, плюс возможность смены направления зубила. Два типа аккумуляторов, 20-ти вольтовые и 12-ти вольтовые, и ампераж 2 ампер часа, 4 ампер часа. 2, 4. Сделано все, вся аккумуляторная линейка делается на нашем заводе, на собственный завод по производству. Ряд моделей, допустим, как эту пилу, мы, как и другие бренды, размещаем на той компании, которая специализируется по производству. Есть она в России, можно ее найти под брендом Мобика и под брендом Интерскол. Там немножко разные комплектующие, поэтому в цене они отличаются. Что могу сказать? Мне хотелось бы, как представителю бренда, когда через 2-3 месяца будет инструмент на российском рынке, чтобы цена-качество было отличной. Люди делали выбор именно в пользу профессионального хорошего использования. Но время покажет, покажет то, как он будет развить. Наверное, от себя добавлю, что новинок под расширение 2025 год очень много, и там уже будем удивлять. Пока только входим. Но есть интересные новиночки, которые интересно показать. Мы на Митексе презентовали систему хранения. Это когда ящички стыкуются друг с другом, открываются. Сейчас, благо, она уже поступает в Россию. Сейчас уже можно ее купить. Вот такая открывается. Сверлышки, биты, шестигранники. Все в этой будет системе хранения. И, наверное, по просьбе российского рынка также расширяем сумки. Стараемся слышать ваши отзывы. А сейчас хотел бы показать вам бренд Пони Йоргенсен. Особо про него пока не говорили. Бренд интересный. Много уже полюбился людям. Но, наверное, про две вещи расскажу именно новинка. Это струбцина алюминиевая, которая может держать 181 килограмм. Реально держать. Притом с индикацией усилия. То есть мы нажимаем на нее, и он показывает, какое в фунтах усилие в данный момент выжимает эта струбцина. Одной из отличительных особенностей наших струбцин, то что стыкуется с серией. То есть это серия медиум. Она меняется направление. Берется любая струбцина. Вот здесь у нас стыкована. И мы стыкуем. И получается так, что из двух струбцин делаем одну. На сжатие и разжатие. То есть это позволяет не покупать дорогие струбцины. Опять же нагрузка по меньшей струбцинной. То есть здесь в частности 135 килограмм она держит нагрузку. Опять же, так как бренд в первую очередь американский рынок. И там достаточно востребовано пиление. У нас есть стандартные ножовки, которые сделаны из высококачественной стали. СК-5. Который хорошо закален, разведен зуб. Просто хорошая, надежная ножовка. Притом по вполне гуманной цене. Немножко дороже, грубо говоря, среднего сегмента. Но отдельно новинки мы сейчас презентуем на выставке. Это ножовка японского типа. То есть очень тонкое полотно. Зуб разведенный по разной технологии. То есть маленькие ножовки. Складные ножовки. То есть ножовки, в самом деле, отличные. Сделаны в первую очередь для американского рынка. Для деревяшников. Но и по просьбе все-таки они будут где-то через 3-4 месяца доступны в России. Я думаю, к Митексу они уже появятся. Вот такие позиции стараемся вводить и показывать на российском рынке. Бренд Свистэк. 1995 год. Бренд вошел на рынок. Это американский инженер. Разработал по соотношению швейцарское качество и швейцарские технологии. На самом деле бренд изначально производился в Китае. На нашем заводе. И мы получены активно продаем на американском рынке. Это бренды продаем в Walmart и других Amazon сетях. То есть по цене это средний ценовой сегмент. То есть если брать самый топовый фонарик налобный. С 500 люменов. Аккумуляторная банка 18650. Он стоит розничная цена 2600. Если брать ножи, примерно. То есть этот нож с подшипником и быстрым выбросом. Он стоит 1350. То есть есть нож и за 1100. Есть ножи и дорогие. Как вот это допустим нож. Он стоит 4000 рублей. Потому что здесь используется металлическая сталь. Есть нож с AUS8. То есть это как бы сталь AUS8. И тоже здесь подшипник и пружинка. То есть в разных ценовых диапазонах бренд представляет разный ассортимент. Это вот мы привезли к выставке новинки. То есть это вот уже не новинка в мире. Но налобный фонарик как бы с полосой. Такие больше для женщин варианты. С такой приятной рукояткой. Но здесь уже сталь D2 используется. То есть этот нож где-то в районе 2500 рублей стоит. Вот такая кемпинговая лампа, которая включается поворотом. То есть как керосинка. Опять же как бы есть кемпинговая лампа. Москитный фонарик. То есть это называется москитный. На самом деле он фонарик против комаров. То есть вешаете его в палатке. И как бы внутри палатки он убивает всех комаров. Есть мощные ножи. Вот такой ножичек а-ля Данди. Есть филейные ножи. То есть бренд большой, полноценный. У него ассортимент очень большой. И как бы туризм, охота, рыбалка. Ну и как бы так же и обычные фонарики. Это вот с 9 метров фонарик может выдерживать падение. Входим на рынок. Слава богу для нас на рынке осталось мало конкурентов. И мы как бы сейчас ценой, качеством, оптимальным сочетанием именно уже отбираем кусок рынка раньше, которые о брендах, как бы такие как Лизерман и Виктория Нокс. Вот коротко о нашей компании Гридстар. И только о трех брендах Воргпро, Пони Йоргенсен и Свистек, которые пока представлены в России.